Слава Иисусу Христу! 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 Дозвучит этот вопрос! Итак, я желаю читать некоторые места из Божьего Слова, а потом вместе с вами помолиться, поблагодарить того, который, въезжая в Иерусалим, Библия о нем говорит, что весь город пришел в движение, который, дорогие друзья, совершил то, что о нем говорили пророки. Господь через пророка. Итак, первое место, Евангелие Луки, 19 глава. Это событие, которое Христос был в доме Закхея. Когда пришел к нему Закхей, пожелал его увидеть, взлез на смоковницу. Иисус говорит, Закхей! Он, может, где-то там спрятался, чтобы его никто, потому что это был начальник митрый, человек богатый, собирал пошлину. Естественно, я думаю, таких людей не сильно любят, которые обдирают или оббирают нас. И мы очень часто думаем, что неправильно и так дальше. И вот он тихонечко взлез на смоковницу, хотел увидеть Иисуса, где-то разглядывал. А Иисус открыл его, говорит, Закхей! Остановился, Закхей, где ты там? Сойди скорее! Все обнаружилось, все стало явным. И когда он вошел в дом Закхея, Закхей начал исповедоваться, скажу так, каяться. Кого обидел, воздам не один раз, четверо. Иисус говорит, ныне пришло спасение всему дому. И потом Иисус говорит притчу о десяти минах. И далее Он говорит, что тот, кто имеет, тому дастся и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Поэтому дальше, продолжая 28 стих, сказав это. Он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказал, пойдите, противополежащие селения, вошедшие в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавший его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувшие одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, чтобы было мягче. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Дорога была пыльная, я так себе думаю, асфальтов тогда не было. Может быть, даже каменная дорога не было. А пыль, то она всегда была, грязь везде. Если, думаю, погода была солнечная, то, наверное, было сухо хотя бы. Но одежду свою снять и положить, это не каждый решился. Тем более, наверное, тогда не было столько много одежд, сколько сегодня у нас. Особенно у бедных. У богатых, естественно, всегда все было. Но они из-за уважения к Иисусу, они постилали свои одежды. Это то, что прикрывало их тело. Я не говорю, что они были вообще совсем нагие, но верхнюю одежду снимая, они постилали, чтобы царь, которого они уважали, которого они верили, которому они видели пророка, которому они видели человека Иисуса Христа, Сына Божьего, они не дорожили даже своей одеждой. Что ближе? Говорят, что своя рубашка ближе. Правильно? Они этим не дорожили ради того, чтобы их не царь, хотя на осле. Но въехал в Иерусалим. И дальше. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости, многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Много чудес видели они через этого человека, Сына Божьего Иисуса Христа, и они восклицали. Асана, благословен грядущий, смотрите. Благословен царь, грядущий во имя Господне. Мир на небесах и слава вышних. Царь на молодом осле. Вроде бы как-то не сходится. Но, как я уже говорил, это был царь не от этого мира. Это был царь, который не гонялся за властью. Это был царь, который не гонялся за славою. Это был царь, дорогие, не от мира сего. И потому только те, которые поверили в Него, они могли положить свои одежды, они могли положить ветви пальмовые, они могли воскликнуть и сказать, благословен гряды во имя Господне. Еще подобное место, это будет Матфея, 21 глава, с 8 по 11 стих. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавшего специал осана, то есть спасение, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне осана вышних, 10. И когда пришел, и когда вошел Он, то есть Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто это? Кто это? Народ же говорил, сей Иисус Пророк из Назарета Галилейского. Давайте скажем, слава Иисусу Христу. За Его приход на эту землю, за то, что Он въезжал и не стыдился на молодом осле, кстати, это Он сказал. И что я хочу заметить, что Он не сказал ученикам своим, своруйте, или где-то у кого-то отберите, но Он прямо сказал, войдете в селение, будет так и так и так. И когда вас просят, вы не обманывайте, не скрывайте, скажите, Он надобен Господу. И представьте, этот человек, который имел осла, а, кстати, это было средство передвижения, он даже не задумываясь сказал, окей, берите, насколько все было устроено и хорошо. Но о чем я хочу заметить? Я хочу, друзья, чтобы, конечно, мы подумали или так мысленно представили себе осленка. Это, как я уже говорил, средство передвижения. И вот этот осленок, я так себе сидел и думал, и потом скажу, к чему это, но я думаю, что вы поймете. Представьте себе осленок, вчера и третьего дня, он где-то пасся, он где-то кушал, и к нему не было почти никакого внимания, кроме хозяева. И вот приходит момент, когда к нему приходят и берут его и куда-то ведут. И если Бог открыл ему слух, понимание слов, он слышит, о нем говорят, он надобен Господу. Этот осленок идет дальше, ложат на него одежды. Он, наверное, тоже, я говорю, как Бог открыл разум, как это было в Старом Завете, он думает, что происходит. И когда садят на него человека, который едет, и этот осленок слышит. Благословен грядущего имя Господне, осана вышних. Он слышит и смотрит на него, ложат одежды, веточки. И он себе думает, какое ко мне уважение. Как меня начали почитать. Как мне начали стелить одежды, забывая о том, что это не совсем ему. Но он настолько, я думаю, так себе нарисовал эту картину и понимание, и думаю, что если бы не я, этого бы ничего не было. Но проходит другой день, когда Христос уже вошел в храм и так дальше, проходит другой день, и этого ничего не стало. И он снова начинает думать, что произошло. К чему я веду, друзья? Давайте мы откроем подтверждение тех слов, которые я говорю, что если Бог откроет разум. В Старом Завете есть один момент, который тоже об ослице написано, и о котором я немножко поделюсь. Это будет число 22 глава с 21 стиха и ниже. Вы помните тот момент, Валак и Валаам. И когда пророку было предложено, чтобы он проклял народ израильский, потому что если он проклянет, то тогда не будет благословения. 21 стих говорит такие слова. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Мавицкими. И воспылал днев Божий за то, что он пошел и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слух его. Как я говорил, это было средство передвижения. Люди ездили с одной точки, с А-Ту-Би, скажем так. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке. Ослица отворотила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижала к стене и прижала ногу Валаамову к стене. И он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом и воспылал днев Валаама. И стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы. Это чудо. И она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Валаам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал, нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лице свое. И сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я б убил бы тебя, а ее оставил бы живою. И сказал Валааму ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. Это один такой момент, мы читаем, когда Бог открыл уста ослицы. И что характерно, что этот человек Валаам, который настолько был в гневе, он даже не понял, что животное с ним говорит. Представьте себе состояние этого человека, хотя он пророк Божий, хотя он говорил, что говорит Бог, но настолько он был во гневе, что эта ослица его не слушает, что даже не понял, что она к нему говорит человеческим голосом, и он разговаривает с ним на человеческом языке, не понимая, что здесь происходит огромнейшее чудо. Такого никогда не было и не может быть. Друзья, две мысли, которые я хочу сказать вам сегодня. Первое, это то, что мы с вами, я не хочу сказать, что ослы или ослицы, но я хочу сказать, что мы с вами те, через которых Бог силен совершить свое дело. Я хочу сказать, что в свой момент, когда Господь позвал нас, и помните, там написано, Он надобен Господу. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, друзья, те, которые сегодня слушают это слово, мы являемся сегодня последователями Иисуса Христа. Мы являемся подобно той ослице, которую на время Господь, взяв, желает кое-что через нас сделать на земле. Но я бы очень хотел, чтобы мы с вами понимали, что вся слава, которая совершается через нас, она нам не принадлежит. Почему многие большие проповедники, почему многие люди, через которые Бог в свое время совершал великие действия, этого не происходит? Знаете почему? Не выдержали славы. Представьте себе, как я говорил об этой ослице, представьте себе, когда она встречалась со своими, когда она была в стадии, где много ослиц, она, естественно, могла бы очень высоко на них смотреть и говорить, мне ветви ложили, мне слава было, мне почтение было, мне все было, а что было вам? И потому, друзья, как мысль эту я хочу сказать, мы должны всегда в нашей жизни помнить, особенно в этот день радости, когда Христос въехал на молодом осле, когда была слава, когда было ликование, чтобы все, что Бог совершает, написано добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Почему сегодня Господь не в сильной мере может через тебя или через меня действовать? Почему? Потому что, оказывается, во мне есть еще свое «я». Я начинаю думать, вот меня не было, потому Бог так не благословил. Я начинаю думать, вот если бы я там был, то было бы намного благословеннее или намного бы лучше. Дорогие, мы должны понять, что мы подобно этой ослице в нашей жизни, если Бог что-то делает через нас, то вся слава должна быть не нам, но слава Богу. Аминь. И потому, друзья, если мы так будем жить, мне легко это говорить, но, скажу, нелегко это в жизни сделать. Потому что все-таки, когда через себя Бог что-то делает, то ты в своих глазах что-то значишь. Представьте себе, если ты, один пример приведу, я хочу учиться, я люблю учиться и так дальше, но встретив одного человека, который закончил Bible College, это я говорю то, что слышали мои уши. И когда этот человек закончил Bible College, мы с ним встречались, это было еще на Украине, там вот и в Америке уже здесь он был, и мы так встречались с ним, и он говорит, ты посмотри. Пришел там, называет одного человека, говорит, со всеми поздоровался, а со мной не поздоровался. Я говорю, не понял, а ты что, почему ты себя так оцениваешь? Ну, я же, говорит, Bible College закончил. Я говорю, брат, похоже в этом твоя и проблема, что ты ставишь себя выше других, и Бог, желая понизить тебя, бывает такой момент сделать в твоей жизни просто для тебя испытание. Скажите, в нашей жизни бывало такое? Когда бывает, кому-то совсем, бывал такой момент, брат идет там, поздоровался, как-то оглянулся, меня прошел и пошел дальше, думаю, ну, меня не уважил. А кто ты такой, чтобы тебя уважить? Есть такое место, которое мы иногда употребляем, я, прах и пепел. Слышали такое? Я, прах и пепел. Вот, и один из братьев говорит, Господи, храни, чтобы этот пепел хоть не развеялся. И такие моменты бывают в нашей жизни. Поэтому, друзья, я к чему веду? Что Господь сильно, именно в наше последнее время, хочет совершать свои действия, свои чудеса, свою работу, ибо Библия говорит, и будет в последние дни, и залью от Духа Моего. И будут пророчества, будут видеть видения, сновидения будут вразумляемы, но Господь ищет ту ослицу, которая не себе припишет эту славу, но славу, которая принадлежит только Богу, дорогие друзья. И поэтому, дорогой друг, если ты желаешь, чтобы ты был в уделе Божьем, пусть тебя обзывают, как хотят, но чтобы ты был самое важное в уделе Божьем, и чтобы через тебя, потому что Христос, написано, Он сказал ученикам, они пошли, привели эту ослицу, и Он въезжал. То есть, Ему нужны люди, через которых Он будет совершать свое дело. Ему нужны люди, через которых будет совершаться воля Небесного Отца. Я бы очень хотел, чтобы ты и я всегда были в этой воле. И всегда, чтобы мы с вами сказали, когда Бог через себя совершил, например, ты сказал хорошую проповедь, она достигла сердец народа, или ты совершил молитву, через которую произошло исцеление. Я бы очень хотел, друзья, чтобы дальше Бог через себя совершал, мы должны говорить, мы, рабы, ничто не значащие, но сделали то, что должны были сделать. Но не только, чтобы были эти наши слова, но чтобы мы так думали в сердце. Да благословит Бог. И вторая мысль, о которой я хочу сказать. Валаам, который ехал, которая ослица была ему верная, он на ней ездил не один день, и она никогда с ним не разговаривала. Но пришел момент, когда между ними произошел конфликт. Он хочет ехать, она не едет. Он говорит, поехали, бьет ее, а она падает, она прижимается к стене, она ему больно делает. И он, понимая, что он прав, начинает бить. И, как я уже сказал, когда она ему говорила, слушай, был ли момент, когда я был, а тебе неверно? Не было. Был ли момент, когда я тебя не послушала? Не было. Так что ж ты бьешь меня? За что ты меня бьешь? За то, что я правду делаю, или за то, что я правду говорю? И когда Бог открыл глазам Валааму, он увидел ангела. И он сказал, путь мой неправ. Дорогие друзья, если в нашей жизни бывают моменты, которые нам не совсем понятны, может быть, служитель, подойдя, сделает вам какое-то замечание, или, может быть, остановит вас в каком-то направлении вашего действия, не обижайтесь и не огорчайтесь. Не всегда мы правы, и не всегда мы поступаем правильно в жизни нашей. И это для нас как путевой знак, когда Бог находит человека, который желает Бог через него сказать нам нечто. Бывало ли в вашей жизни такие моменты, когда просто проходящий человек, приходя к вам, говорит некую истину, которая очень важна для вас? Я приведу несколько свидетельств, и мы будем идти к молитве. Мой брат рассказывал, когда старший брат Анатолий, я думаю, вы его тоже знаете, когда он, ну, у каждого из нас есть разные моменты, когда он был в таком переживании, когда он был в таком, ну, духовном, скажем так, дьявол восстает, как обычно в жизни нашей, трудно, тяжело. И он говорит, я нахожусь в магазине, и подходит ко мне совсем человек, который меня не знает, американка. И начал через нее пророчество к нему. И Бог в нескольких словах говорит, меня укрепило, она сама не знает, что происходит, она ушла дальше. Я помню в моей жизни был такой момент, я уже рассказывал это братьям, когда мы бывшим в Советском Союзе, или сейчас Украина, вот она и была раньше Украина, призывались в армию. И мне, когда 18 лет, меня призвали тоже в армию, и там стоял перед нами выбор, принимать присягу, брать в оружие и стрелять. Или не принимать присягу, брать лопату и копать. Я выбрал второе, потому что братья, когда я уходил в армию, мне сказали, брат мой, вот это путь, пусть Бог благословит тебя, стой, сколько можешь. И я молился, говорил, Господи, не хочу брать оружие и стрелять. Я лучше буду брать лопату и копать. И вы знаете, когда, естественно, первые моменты, вот когда мы говорим людям, которые принимают водное крещение, да, и мы говорим, что особенно первые моменты, первые недели, месяцы, будет для вас огненное испытание, искушение. И они приходят и говорят, да, действительно так, особенно первые моменты. Такие начинания. Представьте, молодой, 18 лет, вот, и передо мной предстоит выбор. Или я выбираю, соглашаюсь, принимая оружие, или принимая присягу, беру в руки оружие, меня трогать не будут и все остальное. Или я буду страдать, скажем так. Я выбрал то, чтобы страдать, и говорю, Господи, помоги мне устоять в этом. Помоги мне быть верным Тебе, потому что я не хочу отбирать жизни у тех, кому я ее не давал. Поэтому, выбрав этот путь, Господь, естественно, помогал, потому что Бог любит нас и помогает нам. Где-то в течение трех недель производили работу надо мной, потом перед солдатами там возбуждали их, чтобы они меня немножко физически привели в порядок, чтобы я согласился, но я не соглашался. Не соглашался. И потом этот же человек, этот же человек, который имел военные погоны, который проводил надо мной работу последний день, когда уже мы должны были разъезжаться с этого, можно сказать, пункта по частям, он вызвал меня. И он мне сказал такую речь. Виктор, как стоял, так и стой. И вы знаете, дорогие друзья, эти слова для меня были больше пророчества. Для меня эти слова были больше пророчества. Несколько слов он мне сказал, как стоял, так и стой. Я думаю, го, слава тебе, Господь. Но вы знаете, эти моменты испытаний, трудностей, как было, он, может быть, сам не понимал, почему он такие слова сказал. Он вчера гнал, он вчера обижал, он вчера старался слонить, но когда он увидел твердость, и написано, твердого духом ты храни в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Аллилуйя, друзья. И я понял, что в жизни нашей мы можем быть ослицей, через которую Господь, желая сделать свое дело. И в жизни нашей мы можем встретить ослицу, которая скажет нам слова, которые спасемся мы и наш дом. Да поможет нам, Господь, быть верными Ему, чтобы исполнить Его волю прославить Его в нашей жизни и нашем служении. Аминь.